Лидер компании Олифлейм Республики Беларусь Жизнь в Олифлейм, когда начинает рассказывать свою историю, она как бы делится на две части, до Олифлейм и с Олифлейм. И это я действительно жила, была девочка, которая мечтала, может быть даже и не мечтала о таких вещах, то, что сегодня Света рассказывает. На самом деле жизнь большинства людей какая была, да, я тоже родом из СССР, да. И все, что рассказывала Света, все вот эти кризисы, вот это все на памяти. И действительно, как жили тогда, да, закончи школу, получи образование, поступи в институт, иди работай на государство, и будет тебе счастье, долгожданная такая пенсия, да. И в принципе очень многие сейчас, хотя время поменялось, продолжают жить по этим истинам. И даже не замечают, да, что уже жизнь немножечко другая. И она совершенно может быть другой с Олифлейм. До Олифлейм я была педагогом. И вы знаете, мечтать о чем-то в те времена, ну я не знаю, вот честно скажу. В детстве я еще мечтала, вот та девочка, которая дожила, она мечтала, она мечтала путешествовать, она мечтала быть учителем. И мечта стать учителем моя сбылась. А вот как путешествовать за деньги учителя, ну невозможно было. В те времена радостно, вот Света говорит, сейчас так ездит. Тогда ездили на поезде, с колбасой, с тушенкой, в Алушту, радостно к морю. И целый, вот я могу вам сказать, первый раз море я увидела в 19 лет. Я уже тогда работала, и на первую зарплату через год я просто поехала отдыхать. Я когда пришла, маме сказала, что я купила путевку, 150 рублей она стоила. Вот Света нагнала мысли, я не собиралась это рассказывать. Вот, и я поехала в Ялту, и вы знаете, увидела море, вот, наверное, с чемоданом, совсем прям к этому морю прибежала, да, и я влюбилась. И действительно, хотелось вот искупаться, пережить эти эмоции. И вы знаете, тема, которая моя, мечты и цели, она очень важная. И Света уже все рассказала, как мы красиво живем в Арифлэм, как мы путешествуем. И точно я могу сказать, что когда я пришла в Арифлэм, и когда мне мои спонсоры рассказывали возможности от бизнеса, я думала, что, ну, в принципе, это невозможно, да, это не для меня. Кто так думает? Ну, вот рассказывает, вот деньги показывает, какие-то, ну, честно скажите, что все верят или руку лерь поднимать? Не знаю. Вот, поэтому, вот такие мы были до Арифлэя. Педагог, инженер, все наше наследство, это двое детей. Кате было 9 лет, Денису 4,5 года. Поэтому, когда, знаете, приглашаем в бизнес, и все говорят, ой, у меня дети, я всегда говорю, а кто вот был у меня, да, потому что дети, на самом деле, для любой женщины это сильный мотивирующий фактор. И именно про них я думала, да, какое я им дам образование, как их одеть, как их воспитать, как и самой, в общем-то, хотелось, на самом деле, вы знаете, жить от зарплаты до зарплаты, как живет большинство. В принципе, вы знаете, мы не хуже других жили. Мы, ну, вот, очень многие люди и сейчас думают, что они, в принципе, неплохо живут, да, в Турцию ездят. Мы, у нас была двухкомнатная квартира, у нас был, ой, так, немножечко прокручу, у нас был даже такой вот автомобиль наследства, да. И честно скажу, когда я работала учителем, и на остановке с детьми ведешь их куда-нибудь в театр, они говорят, Татьяна Васильевна, Татьяна Васильевна, у вас есть машина? Ну, я говорю, да, есть, а какая? И мне стыдно сказать, что у меня такая есть машина, да, мне стыдно мне ездить было, я говорю, ой, я не знаю, какой она марки, вот как это называется, ну, я же не разбираюсь в машинах. Вот, поэтому, на самом деле, вы знаете, когда в мою дверь постучался рефлейм, вы знаете, я была готова морально, потому что я уже поработала в школе, я 10 лет поработала в школе, я воспитывала чужих детей, да, вы же знаете, что педагог всегда отвечает за все, что наделают дети в школе, да, если они им ночуют, то все равно виноваты не родители, а учителя. И в мою жизнь вошел такие замечательные люди, я благодарна, потому что у меня замечательные спонсоры, и, честно говоря, когда мне впервые рассказывали о бизнесе рефлейм, я тоже не верила, когда мне показывали, да, говорит, ты будешь зарабатывать 300 долларов, я говорю, вы что, ну, вот, честно говоря, с ума сошли, да, 30 долларов тут учитель зарабатывает, они рассказывают 300 долларов и показывают каталог, и я говорю, а что, я ваши помадки буду продавать? Ну, вот как вы себе представляете, да, поэтому вот я параллельно буду проводить, знаете, некоторые рекомендации, когда предлагаешь бизнес учителю, да, или когда вы с клумками Фройса Бурлакова такая пришли, заказ принесли куда-нибудь в банк, ну, к учителям или к врачам, да, для них это морально понижение статуса, да, одно дело, когда вот вы сидите на офисе и рассказываете о возможностях бизнеса, о, они понимают, вот так я буду сидеть на офисе и рассказывать о бизнесе, если вы стоите в переходе и ко всем пристаете, они не идут, знаете, почему, потому что у них маленькая зона комфорта, всех же учили с детства, как, с чужим дядем и тетей не разговаривай, да, и стоять в переходе с промостойкой они не смогут, поэтому на самом деле, Света давала рекомендации, начинать бизнес надо с себя, свое употребление и со своих знакомых, вот, и, ну, дата регистрации, я зарегистрировалась 15 июля 99-го года, подписала 10 человек, то есть я сконцентрировалась, честно вам скажу, то есть я поняла, что сетевой маркетинг – это построение сети, это создание системы, которая дублицируется, и именно на это была нацелена вся моя жизнь и деятельность, и, конечно же, слово сетевой маркетинг, да, очень многие до сих пор, да, в газете пишут, вот, слушайте, 16 лет здесь на этой сцене рассказываем, и дурим все время одно, да, объявление – сетевой маркетинг, да, интим не предлагать, вот, то есть время поменялось, но, честно говоря, ничего не меняется в голове людей, к сожалению, и я хотела бы вам рассказать сейчас немножечко так анекдот, который есть про сетевой маркетинг, многие его забыли, сидит ворона на суку с куском сыра, да, мимо бежит лиса, говорит, ворона, ворона, я в сетевую компанию записалась, ворона, ха-ха-ха, сыр выпал, да, и она осталась без него. Так вот, мораль всей басни такова, кто сегодня смеется над сетевым маркетингом, завтра останется без куска сыра, поэтому возьмите все нарушения. Вот, когда я записалась ворона, и так же, как вы сегодня приходите в бизнес, подкручивают вот кому-нибудь, да, вот, ну, представляете, педагог, 10 лет работы в школе, на резерве заучи, даже вот меня как бы проталкивали, там, две школы на собеседование ходила, да, и перспективу рисуют, что вот вы поработаете, там, 5 лет, ваш директор уйдет на пенсию, вы тогда станете директором, там, ну, красиво шерисует, понимаете? На самом деле, я считаю, что работа, наверное, в школе, вот это вот, да, она бесперспективная, в плане того, что воспитываешь чужих детей, ничего не видишь, и потом, вы знаете, какое-то время подрастут молодые учителя, да, и как скажут, ну, вы вот поработаете, да, и вот ждите, когда уйдет директор на пенсию. Поэтому, на самом деле, в нашем бизнесе мне нравится выращивать директоров, выращивать лидеров, и именно, чем большее количество людей под вами становится директорами, тем крепче ваш бизнес. Я горжусь своим бизнесом, я горжусь своими лидерами, которые на сегодняшний день выросли, да, какие-то основы мы даем в бизнесе, но дальше вы идете в этом бизнесе, да, спонсор за вас ножки не переставляет, вы уже вносите свою харизму и творчество. И знаете, с чего начинается бизнес? 80% бизнеса – это всегда зачем, а 20 как. Света сегодня рассказала, как можно жить с Арифлэм, но мы сейчас с вами будем, я же педагог, я люблю учить, мы с вами будем учиться, как ставить правильно цели, именно такая моя тема, да, чтобы они достигались. Поэтому вот такой автомобиль, кстати, ну вот, о, я забыла, что еще есть другие автомобили у меня. Каждые 4 года мы меняем, вот тут перескакиваю, да, видите, вот первую машину мы уже купили в 2000 году, да, у меня было в звании «Золотой директор». То есть, на самом деле, в нашем бизнесе очень важны люди, и когда концентрируешься на качестве людей, которых приглашаешь, тогда звание действительно легко делать, да, потому что кадры решают все. В общем-то, машина такая у нас, помогите мне, я, наверное, ушла от Арифла, от монитора. Сейчас я к вам приду. Так, вы знаете, даже вот, когда я начинала работать в Арифлэм, у меня мечта была квартира. Ну, дело в том, что я родилась в семье, и вообще я родилась вот в этом Саводском районе. Мои родители проработали всю жизнь в Доминском автомобильном заводе. В принципе, это, в общем-то, я каждый уголочек знаю в районе вот этого Творца. ТКМАЗ, да. И когда я начинала работать в Арифлэм, у меня мечта была, квартира, своя отдельная квартира, да, хотя мы жили в двухкомнатной квартире, не хуже, чем другие, но у меня было двое детей, я понимала, что они когда-нибудь вырастут. И я всегда помнила, я в семье третья, да, и у нас всегда как-то перенаселение было. В двухкомнатной квартире семь человек. Одна сестра замуж выходит, дети появляются, потом что-то отселяются куда-то, потом опять. И так это бесконечный процесс. И вот однажды, когда я сидела, готовилась к урокам, да, я представила тебе жуткую картинку, что вот так вот двухкомнатная квартира, что всю жизнь мы все будем жить, да, выйдет моя Катя замуж, да. Я всегда говорю, зять будет в красных трусах по квартире, там дочь вышла, потом сын, да, и вообще места нигде нет. Кстати, будьте своих мыслей, они материальные, любимый цвет трусов, шортов моего зятя, это красные. Это ужасно, да, но это сбывается, как-то вот заехали, что-то им завезли, смотрим, выходит вот в этих шортах, думаю, вот слушайте, это реально. Поэтому, когда я начинала работать, мне всегда спрашивали, почему ты, Таня, не мечтаешь о доме? А я выросла, в принципе, в доме, да, и вот этот огородик, и там, и все отсутствие удобств, и мне так, ну, как-то не хочу я дома, да, то есть представление моего дома было, вот, как те люди в Турции, вот, а это сейчас у меня дача такая, похвастать могу. За время работы в компании «Репленд», вы знаете, через два года я сделала бриллиантового директора, я купила четырехкомнатную квартиру, сто квадратных метров. Мои родители всю жизнь проработали на Минском автомобильном заводе, папа ветеран завода с 44-го года, 20 лет стоял на очереди, чтобы получить двухкомнатную квартиру в Чижовке, которая нам досталась в наследство, да, вот, когда я сделала следующее звание «Дважды бриллиантовый директор», я купила следующую квартиру, да, потому что я подумала, я хочу каждому ребенку отдельную квартиру, да, моя дочь вышла замуж 20 лет, и вы знаете, для меня это не составляло проблемы, в плане того, что свадьбу сделают, и когда я делала свадьбу, я всегда думала, боже мой, а как люди делают свадьбу, да, ну это ж, ну, накладно, платья нужно красивые, гостей собрать это все, а мне говорят, знаете, ну, кредит берут, а потом, говорит, разведутся там дети, а родители еще кредит не отдали, ужас-то какой-то. Поэтому на самом деле для меня всегда мотивация была, да, дать лучшее то, чего у меня не было моим детям, да, и это меня очень сильно мотивировало и двигало вперед, вот. Ну, это те деньги, которые можно заработать в Арифлейм, в принципе, в премиях я 96, не помню, сколько-то тысяч долларов просто получила, не считая того, что каждый каталог нам выдает зарплату, как некоторые говорят, доход. Вот, поэтому все начинается с мечты, да, о чем мечтаете вы? И, кстати, очень многие люди, они почему-то считают, что вот то, что мы все говорим про мечты, это какая-то ерунда, да? Ну, может быть, вы даже сидите здесь в этом зале, кто-то и тоже так же думает. Поэтому здесь я вот привела исследование Гарварда, Гарварда, всем видно, да, вот не закрываю. Посмотрите, в 79-м году Гарвардский университет проводил исследование. Они брали группу студентов, у которых задавали просто вопрос, есть ли у вас цели, есть ли у вас планы, записаны ли они. И через 10 лет этих людей нашли. И посмотрите, только 3% людей, да, 3% студентов имели специально записанные цели и планы. И они зарабатывали 80% мирового дохода, да. В принципе, они зарабатывали больше, чем все остальные вместе взятые. И поэтому очень важно, есть ли у вас цели, записаны ли они, да, и есть ли долгосрочные цели. Потому что вторая группа, которая была 10%, они имели долгосрочные цели и планы, но они не записывали, да. Вот как часто вам спонсор говорит, какая у тебя цель, да, так запиши, а вы, ну, как-то там в голове держите. Но дело в том, что на самом-то деле нас очень многое в жизни отвлекает, да, и мы сегодня помним, а завтра мы не помним, чего хотели. 60% повседневные дела. То есть это большинство этих людей через 10 лет, они вот из той категории, что от получки до получки держатся на плаву, да, там у соседки пошли, перехватили денег и дальше плывут. И 27% это люди, которые вообще находятся, да, в зоне нищеты. Ну, нищета от слова не считать, да, знаете. Поэтому 80% зачем, 20% как. И когда приходит новичок, первое, что мы с ним начинаем, все списка желаний. Вы можете подумать, что это ерунда, но на самом деле, вы знаете, цели, они дают нам энергию. И когда у вас что-то не получается, если вы четко знаете вашу цель, если вы ее задекларировали, именно она вам дает энергию. Потому что вот с кем-то я вчера разговаривала, бизнес-встречу проводила и говорит, ну вот что делать, если я ленивый. Я говорю, ленивых людей нет, есть просто отсутствие цели. Поэтому вот сейчас у вас есть одна минутка, да, хоть может быть у кого-то есть этот список желаний, а попробуйте его написать. Вот быстренько-быстренько, за одну минутку, потому что вы пришли сегодня, вы нашли время для себя, да, и вы сейчас учитесь. Потому что когда вы придете домой, вас могут отвлечь, а дома вы уже запишите этот список. И точно знаю, что сейчас начнут, ну можете там услуговать, пункт номер один, какой написали? Чего? Детей поставить на ноги, да, замечательная цель. Еще какое? Стать директором, так? Ага, ну замечательно. Вот на самом деле есть такое колесо жизни, и чтобы быть, да, счастливым, да, можно цели ставить в разных областях. Посмотрите, подсказочка. Если кто-то не может написать цели, а я точно знаю, что на десятом пункте народ останавливается. Знаете, и уже 25, ты говоришь, ой, ты что, 25 желаний у меня столько нет. Потому что вы желаете и ограничиваете себя своим кошельком, да. Вот для того, чтобы действительно писать этот список желаний сначала, да, вам нужно, ну немножечко как-то мозг сказать, заткнись, да. И начать с того, что вы просто как будто у вас вот есть все деньги мира и у вас есть все возможности. Это очень важно. И для того, чтобы действительно двигаться в своей жизни, они должны быть в разных областях. Потому что если вы проставите, да, если у вас цели в каждой области, у вас может получиться не колесо, а вот такая вот, знаете, крокатица, да. Далеко-далеко вы не покатитесь. Поэтому вот смотрите, по десятибальной шкале, вот допустим, в сфере денег есть ли цели, да, в сфере отношений, личностный рост, это тоже очень важно. И в нашем бизнесе это наиболее важно, да, то есть как бы простроить себе и поставить вот градацию. И дальше вот сейчас, как бы, в зависимости от того, на каком вы уровне находитесь, происходит изменение в ваших целях. Да, кто-то из вас пришел в Арифлэм зарабатывать деньги. И когда начинаешь спрашивать, зачем, ну, чтобы поесть, там, я говорю, утром вы покушали? А наш бизнес, он как никогда позволяет ее осуществлять, да, и очень сложно, иногда люди не знают, зачем они пришли вообще в эту жизнь. Какую они пользу, какой след они из себя ставят. Потому что на самом деле, да, материально важно, но на определенном уровне вы понимаете, что больше нужно заниматься духовностью, да, личностным своим ростом. И говорят, что уровень доходов личности определяется уровнем ее развития. Поэтому цель, да, вот мы с вами написали список желаний, но вот Света нам картинки нарисовала, да, и у вас появились что? Мечты, да, потому что что такое мечты? Это картинки, которые есть в вашем подсознании, в вашем воображении. И эти картинки, они появляются, если вы это видите. Если вы чего-то не видели, оно не существует. Поэтому лидеры приезжают и рассказывают, приезжают и показывают. Они вас мотивируют, чтобы у вас хоть появилось желание, куда вам двигаться, кроме того, чтобы купить курицу в холодильник. Понимаете? Поэтому мы здесь вот именно с такой целью рассказываем, показываем чеки. И, соответственно, мечта и цель – это два разных понятия. Цель – это мечта с конкретным сроком реализации. И, на самом деле, цели, они бывают краткосрочные, от одного года до одного дня, долгосрочные. Ой, это я уже что-то сказала. Долгосрочные. И так, краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. А вот от одного дня до одного года – это у нас краткосрочные. Дальше у нас среднесрочные и долгосрочные. Всегда нужно смотреть немножечко вперед. Если вы свой список желаний просмотрите и проставите, когда это у вас будет, если у вас больше всего этих краткосрочных, значит, вы боитесь мечтать. То есть, ну, в любом случае, не смотрите вперед. И у вас нету картинки, к которой вы стремитесь, которая вас притягивает. А если у вас только долгосрочные цели, вы ставите там, да, вот как бы, стану дом через 10 лет и еще что-то, то вы просто мечтатель. А очень важно сегодня и сейчас начинать что-то делать, да, потому что маленькими шагами мы можем приблизиться к своей большой цели. И очень важно ежедневное действие. Поэтому цель, она должна быть конкретно, реалистична, иметь единицу измерения, достижима и определена во времени. И вот эти правила постановки цели, они очень важны. Потому что вот сейчас сказали поставить детей на ноги. Это абстракция, да, они и так ходят. Вы же их на руках не носите. Поэтому первое, цель ставится всегда относительно себя. Первое, это я, да. Почему? Потому что вы можете хотеть за своих детей чего-то, да, или за своих консультантов. Как мне когда-то Галина Вячеславовна говорила, да, ты хочешь больше, чем они. И сейчас, когда идет, вот у нас действительно это вторая волна, поездка на конференцию менеджеров. И спонсоры больше иногда, мне кажется, за менеджеров переживают, чем менеджеры, чтобы туда попасть. Поэтому цель ставится относительно себя. Всегда записано на бумаге. Когда вы записали, вы взяли обязательства. Обязательства перед собой. Потому что если это не написано, то в принципе можно очень легко, знаете, как и забыть, и поменять. И должно быть перед глазами. Почему? Потому что я говорила, что утром проснулись, там на вас что-то обрушилось, сосед как это залил, да. И вы уже не будете думать про свою цель. В настоящем времени, как свершившийся факт, вы знаете, наше подсознание, оно думает о настоящем времени. Нету прошлого и нет будущего. Почему? Например, сейчас я вам предложу такое маленькое упражнение. Вот из вас кто-то летом или кто-то недавно вот сейчас отдыхал. И вы вспомните, пожалуйста, вот те ощущения, которые вы переживали. Получается? Получается, да? А если вот вам завтра надо куда-то идти, да, экзамен сдавать или к зубному врачу, или какое-то неприятное, оно еще не свершилось. Вы уже сейчас можете подумать, да, вот о чем-то, что у вас там или кому-то на работу завтра надо будет идти, да, в 6 утра вставать, да. Это вы уже сейчас будете переживать, да. Поэтому на самом деле вот с нашим подсознанием мы работаем в настоящее время, да, пишем, как будто это уже свершилось. Если вы идете на соцопросы, вы должны надеять на себя корсет уверенности. И именно как директор, да, то есть я директор, это всегда должно быть вот это ощущение. Конкретизировано, детализировано, но здесь понятно, да, потому что автомобиль, понятие абстрактное. Ну, а Запорожье тоже автомобиль, да, в Москве еще, ну, в регионах до сих пор еще ездят, еще вот эти автомобили не перевелись. Поэтому стану директором, стать директором вопрос когда, потому что стать директором это мечта. У вас должен быть четкий ответ, в каком каталоге вы становитесь директором, в каком каталоге вы открываете новое звание, с кем вы идете к этому званию. И цель должна быть немножечко всегда завышена, потому что, вы знаете, если закончился каталог и спрашиваешь, какая цель у тебя на этот каталог, человек говорит, ну, там удержать 3%. Вы знаете, на самом деле, ну, сложно удержать равновесие, стоя на велосипеде, нужно ехать, понимаете. Поэтому вы предполагаете, что вы вообще ничего, как бы никуда не двинетесь вперед, да. Поэтому цель должна быть чуть-чуть завышена. Как говорят часто, целься на Луну, через заборчик перепрыгнешь. И визуализировано, калаш мечтаний, уже сегодня Света говорила, да. Ведь на самом деле, вот эти картинки, они, вы знаете, имеют такое чудесное свойство, потому что, да, в один прекрасный день вы приезжаете в отель, и вы понимаете, что там именно он имеет такой вид, как вы мечтали. Или, опять же, если мы возьмем, да, для того, чтобы всегда она вам напоминала, к чему вы двигаетесь. И наше подсознание, оно работает именно картинками. Вот эти правила, они очень такие простые и важные, и ни одного из них нельзя выбросить. Я вам точно могу сказать, что когда я впервые попала на тренинг, и мне рассказывали вот именно эти правила постановки цели, цель, которую я написала, она была вообще, ну, можно было подумать, нереальна. Потому что, представьте, это был ноябрь 99-го года. Я всего лишь третий месяц в компании «Рифлеем». Я слушаю тренинг, и там говорят, запишите. И я пишу. Я, Бабарита Татьяна, золотой директор компании «Рифлеем», в 2000 году, 11 июня, лежу на берегу Средиземного моря на золотой конференции «Рифлеем». Представляете, квалификационный период уже шел. И это было чудо. Ну, понятно, что дальше составлен план, была работа, когда 11 июня, а конференция закончилась 10 июня, в Ницце, на берегу Средиземного моря, я лежала, да, и думала, боже мой, какая я молодец. Я это сделала всего лишь за полгода, да. Поэтому, на самом деле, сейчас у нас что-то необыкновенное, он юбилейный, предюбилейный. И очень важно помнить, да, в каком звании вы будете. И поймите, реальность определяете только вы. Если в вашем воображении что-то появилось, да, ведь все, что мы видим вокруг, оно сначала появляется воображение. Если у вас какая-то идея возникла, какая-то мысль, значит, вы это можете достичь. Просто нужно это сделать своей целью, а вы уже знаете, что цель – это конкретика, да, конкретизация, детализация. А дальше должен быть четкий план и действие. Поэтому дальше, чтобы двигаться к своей цели, вы должны оценить ресурсы для ее достижения, да, поставили цель. Если у вас необходимое знание, как это сделать, да, деньги, ну, вот на обучение деньги нужны в нашем бизнесе, значит, на покупку какой-то литературы, люди, да, потому что если вы хотите попасть на золотую конференцию, если вы хотите быть на лайнере мечты, да, то как минимум два бизнес-партнера у вас надежных сейчас должны быть. Но вы помните, что всегда есть принцип запаски. И ключевой партнер – это мало, у вас должна быть ключевая команда, потому что водитель всегда возит с собой что? Запаску, да? Он же не думает про то, что проколет, но на всякий случай, да, у него есть запасное колесо. Поэтому старайтесь, чтобы у вас было несколько человек, которые действительно хотят, и тогда у вас получится два или три звания. Идеи, время и энергия. Поставьте себе вот рядом, напишите эти слова и поставьте плюсики, что у вас, какие ресурсы есть. Вот если какого-то ресурса у вас нет, с ним первым начинайте работать, да, потому что если у вас нет энергии, значит, нужно подумать, куда она уходит и как ее восполнить, да, и дальше двигаться. Замечательная такая елочка, вот кто меня сто лет знает. Периодически делайте, независимо от какого вы уровня, вообще цели, мечты, планы все надо пересматривать постоянно. Итак, ответьте себе на вопрос, чего я хочу. Напишите сейчас вот внизу листика, да, сразу же, чего я хочу. Чего вы хотите? Чего я хочу, я знаю. Дальше вы пишете, что мне это дает. Ну, если кто-то говорил, директор хочу, да, что это вам дает? Как минимум тысячу долларов, да. А что он дает тысячу долларов? Отвечайте, себе пишите, да. И вы знаете, на самом деле, конечная цель, да, найти то, что вам доставляет удовольствие. То есть вот это вы делаете, да, пока не дойдете, как сказать, пока в тупик не станете, да, что мне это дает, что мне дает. Потому что на самом деле конечная цель любого человека это получать удовольствие. И огромное удовольствие, когда вы на конференции менеджер вместе с своей командой, да, будете отдыхать и радоваться за то, что вы это сделали. Правда же удовольствие? Когда вы детей своих куда-то повезете, да, в Диснейленд, это будет огромное удовольствие, да, потому что компания свою юбилейную конференцию будет делать в Майами, и там рядом находится Диснейленд, да. Может быть, вы об этом не мечтали, но у вас есть уникальная возможность быть не только там самим, но и со своими детьми. Поэтому это очень важно. Но на самом деле, как ставятся все, вы, может быть, и знаете, ничего нового я для вас не сказала, да, но никогда это не забывайте. Постоянно над этим работайте, потому что есть такая ситуация, что если мы что-то не прогвариваем, консультанты перестают это делать. Но многие перестают делать, не ставят цели, потому что не достигли, да, там не получилось, вот этот страх неудачи их опять. И вопрос всегда, а почему не достигаются цели? Ну, есть разные, да, возможно, была туманная и неопределенная цель, да, хочу в Париж, а что уже были? Нет, в прошлом году хотела, да. Или еще что-нибудь. Отсутствие веры. Это очень важно. Если сегодня вы хотите, а вечером пришли домой, там вам муж что-то настучал по голове, что где-то ты ходишь, ничего у тебя не получается, да, чем-то занимаешься, ерундовый какой-то. Вот, и вы уже не верите, что это для вас. Вы знаете, нельзя быть чуть-чуть беременной. Вот нужно хотеть, и страстное желание, это очень важно, да, в нашем бизнесе. Концентрация на проблемах. Концентрироваться нужно на желании, потому что куда вы обращаете свое внимание, туда и энергия. Если вы все время пережевываете, как все кругом плохо, то, извините, вы вкладываете туда свою энергию и это увеличиваете. Вот консультанты такие интересные люди, они кучкуются вообще по ценностям, по интересам и потому, что они обсасывают, да, вот как это обгваривают. Вот, поэтому всегда концентрируйтесь на своих целях, носите этот калаш мечтаний, этот альбомчик с собой, да, и всегда вот как бы вот именно пребывайте в позитиве, то, что вам Светлана рекомендовала. Глобальность цели. Ну, если вы сегодня пришли, и мы говорим, у нас бриллиантовая команда, вы себе тут ставите, а через год бриллиант, да, не вопрос, есть у нас и такие, ну, но вопрос вашего подсознания. Вы знаете, это очень важно. И подмена цели средствами. Вы знаете, вы должны четко понимать, что Арифлейм это средство достижения ваших целей, что миссия компании Арифлейм – возможности для всех осуществлять свои мечты. И когда у нас компания проводит акции, когда она дает премии, да, ведь на самом деле для того, чтобы вы достигали своих целей. А вот эта вот перепись населения брата и свата, за которых вы делаете бонус-баллы или приглашение на подарки, в конечном счете вы приглашаете на подарки, человек пришел зачем? За подарком. Он подарок получил и ушел. И вы как белка в колесе крутитесь. Поэтому на самом деле я вам рекомендую, приглашайте людей в бизнес, приглашайте людей зарабатывать деньги, потому что именно то, что сегодня всех людей интересует больше всего, да. Можно, конечно, как быть таким, ой, о деньгах, вы только и о деньгах, да. Но на самом деле деньги, да, как когда-то говорила Тамила Полежаевна, это очаганенная степень свободы, свободы выбора, да. Какую школу отдать свою ребенку. Мой ребенок учился в частной школе. Я знаю, что у моих лидеров, я про это рассказывала, у них дети тоже учатся в частной школе, в частных детских садах, где другое отношение, да. И образование другое дают. И кормят по-другому. И психолог, и различные там секции, да. Не надо на это тратить время и деньги. Это так здорово, а мы даже об этом не представляем. Мы думаем, что нужно всех отдать в школу, где 38 человек, да, и учительница научит вашего ребенка читать. Умоляю вас, если вы сами не научили, то очень долго будет учиться. Поэтому и последнее, ваше мышление. Сегодня Света говорила про мышление. И на самом деле, что такое мышление? У нас есть, например, и результат, да, у всех. И этот результат нам не нравится. И от чего он зависит? От чего? Действия. Правильно, молодцы. Действия. А действия от чего зависят? От привычки, да, вот как в том анекдоте про мясо, да, кусочками маленькими резали. А привычка произрастает от убеждений. Что такое убеждение? Это мысль, которая повторяется у вас ежедневно. Если вы убеждены, что вы недостойны, да, то в принципе вы правы. Если вы убеждены, что достойны, то вы правы. Откуда появляются убеждения, да? Они появляются из окружающей нас действительности. Что на нас влияет? Школа, влияют книги, так, перепишутые мысли, ой, назад, и быть, быть или не быть. А вот, поэтому на самом деле, знаете, быть, делать, иметь, я все время ухожу, и она уходит за мной. Быть, делать, иметь, да, очень важно. Быть, быть нечто большим, да, для того, чтобы иметь нечто большее. Быть профессионалом в своей деятельности. И как это происходит, для того, чтобы, знаете, словесно мы с вами сказали, что есть результат, есть действие, есть убеждение. Убеждение появляется в голове. И на самом деле, какие бы школы вам сейчас здесь мечтали, у каждого из вас есть своя жизненная стратегия и тактика. И у меня есть еще, наверное, пять шведских минут. Я хотела бы попросить пять добровольцев, которые не так давно в этом бизнесе, и показать вам одну очень интересную игру. Хотите поиграть? Да! Играть будут все? Да! Пять смелых, пожалуйста, мне, которые недавно. Бриллиантовые директора ради бога не бегите. Значит, что нужно будет вам? Первое. Вы должны будете закрыть глаза. Вам нельзя будет разговаривать. Да? Пожалуйста, закрываем глаза. Так, и все время на протяжении всей игры вы должны молчать. Сейчас я вас прошу повернуться три раза вокруг правого или левого плеча. Повернулись. Так, спонсоры, если ваши здесь есть люди, внимательно следите за ними. А теперь я прошу вот присутствующих на сцене молча, с закрытыми глазами, построиться по росту. Так, с закрытыми глазами у нас камера, вас видно. Не разговариваем, никого не зовем. Так, молодой человек, молчи. Что ж вы все время разговариваете? Так, закрытые глаза. Еще задание не закончилось. Не срывайте нам их рост. У нас цель построится, закрытые дизайнеры по росту. Так, ну вот уже открыли. О, видите? Все. Так, открыли глаза. Молодцы, бандесменты. Сейчас я хочу спросить вас, какие были у вас мысли, что вы думали и что делали? И почему? Ну, я вспоминал тех, кто стоит какого роста, примерно. Ну, отражала. И пытался найти этих людей. Я прошла, прощупала всех и схватывала слева направо. Я понял, что не найду никакого. Я не найду никуда. Ну, я пыталась, примерно, девушка, да, по голове, но у меня кто-то очень крепко трошал. Да, рука, я не могу. Я понимала, что я самая высокая вещь, а я могу просто расстроиться от меня. Я так попробовала, что хотя бы не выпусти стану. Огромное вам спасибо, вы молодцы. Я сейчас начну. Прошу вас на свои места. На самом деле, смотрите, что происходило. Скажите, пожалуйста, вот когда я сказала, что нужно 5 добровольцев, кто-то там хотел выйти на сцену еще? Были, которые хотели? А чего не вышли? Ну, кто-то побоялся, как я там буду. Дурак выглядеть, да? Или еще страшно было, да? Или там, что люди там скажут? Было такое? На самом деле, вы знаете, что происходит в жизни? Мы вот сейчас с вами так поиграли в сетевой маркетинг. Вы приходите в компанию Reflame, да? Вы начинаете приглашать людей в команду, и кто-то говорит, ну, пусть сеть исходит. Ты сходи, подпишись, потом я посмотрю, да? Может, я к тебе приду когда-то. Дальше, когда пришли, цель была, вы видите, как к ней двигались, да? Кто-то ждет, когда к нему пристроятся. Кто-то боится выпасть с команды. На самом деле, вот это наша жизненная стратегия. Это такая маленькая игра, которая очень показывает, да? Насколько вы можете со своими консультантами уже, которые не знают проводить, потому что кто-то активно все время не успокаивался, продолжал делать и делать, потому что у него как бы была цель. А кто-то сдался, правда же? Поэтому на самом деле, вы знаете, все начинается в этом бизнесе с нас. И очень важно, конечно, на свое мышление вы можете на себя влиять. И все изменения, да, нельзя изменить людей, можно изменить только себя. Друзья, наш великолепный маркетинг-план. Вы знаете, какие бы вы мечты, какие бы вы желания ни написали, я иногда задаю такое упражнение консультантам и говорю, вот если бы появился волшебник, и можно было загадать всего лишь одно желание, какое бы это было желание? Да? Ну, скажите, какое? Бриллиант твой президент, да? На самом деле, возьмите в карьерную ездницу компанию Reflame, выберите, да, вот ту ступеньку, на которую вы хотите. И все ваши эти желания, которые в список вы писали, это возможно, благодаря нашему бизнесу. Хотите путешествовать, хотите образование, хотите все, что хотите, да? Я вот когда-то хотела на Тибет, вот там, когда вначале, да, мы действительно вместе с компанией объехали весь мир, все континенты. Мы были даже в Австралии, да, я даже об этом не мечтала. И у меня была еще одна такая мечта о Тибете, я понимала, что уж туда точно компания нас не поведет, потому что слишком экстремальная. Я просто себе купила и путевку, и это было чудесное путешествие. Когда я ехала, я уже просто в уме считала, сколько мне нужно денег, чтобы всей семьей поехать, и увидеть Эверест, и вообще увидеть вот этот первобытный общинный строй, это чудо, да? Как картины Рериха в натуре, поэтому рекомендую съездить, и меняется характер, меняется все. Поэтому задайте себе вопрос, в каком звании я встречу юбилейный год? И вы уже знаете, как это правильно поставить, и нужно сесть со спонсором посчитать, да, наметить себе. И дальше модель достижения результата, то есть определите вашу главную цель, дальше определите промежуточные шаги, да, как можно съесть слона, только по кусочкам, да? И дальше ежедневно совершайте шаги в направлении вашей главной цели. И всегда вопрос, сколько, пока не достигнете результата. Поэтому видение цели, это очень важно, да? И иногда кажется, что это где-то она в тумане, расплывчато, именно поэтому ее нужно сформулировать, написать. И она должна быть у вас, посмотрите, везде, заканчивайте и начинайте день, думая о вашей цели. Потому что недостаточно 10 минут в день, где-то между делом, вдруг или через месяц, вспомнить, ой, я же собиралась на конференцию менеджеров, да, а что, уже квалификация идет? А что, уже прошла? Вот, поэтому развесьте ваши цели по всей квартире, чтобы эти картинки на каждом шагу. Я всегда вспоминаю Катю Симуховец, которая рассказывала, как у нее вся комната была 21% расписана, понимаете? Человек этого хотел. Я калаш мечтаний под каждое событие делала. И когда вот на бриллиантную конференцию я попала, у меня действительно, я услышала про этот Таиланд, думаю, боже мой, я никогда там не была. Я повесила себе картинку, да, и опять начала работать, и попала. Вот, поэтому дата перед глазами. И задавайте себе вопрос, что еще вы можете сделать в направлении для своей цели? Что я сделал сегодня, чтобы приблизить свою цель? Это вопрос ежедневный. И последнее, что я уже хотела вам рассказать напоследок, это одну притчу, возможно, кто-то ее знает, может быть, нет, может быть, не знает. Вы знаете, на одной фирме молодой человек пришел на работу, или молодая девушка, и увидел объявление. Сегодня состоится прощание с человеком, который мешал вам расти, развиваться, работать. И весь коллектив целый день шушухался и спрашивал, кто этот человек, кто этот человек. Все с нетерпением ждали окончания рабочего дня. Потому что вечером, когда закончился рабочий зал, все стояли в очереди в актовом зале, они хотели увидеть того человека, который мешал им расти, развиваться, работать. И заходили в этот зал по одному, и выходили по одному, потоки не пересекались. И когда эта молодая девушка зашла, она увидела, посреди зала стоял гроб. И когда она наклонилась, она увидела зеркало, и в нем свое отображение. Поэтому единственный человек в этой жизни, который мешает вам расти, развиваться и достигать своих целей, это только вы. Поэтому верьте в себя, все в ваших руках, все зависит, и любые цели, они достижимы. Огромное вам спасибо и успехов!